Итак, друзья, для того, чтобы этой зимой выглядеть максимально стильно и круто, вам понадобится купить следующие вещи. А именно, кроссовки Nike TN, спортивные штаны Nike, зиппер Nike, пуховик Nike, снуд Nike и перчатки Nike. Стоп, это чё за хуйня? Почему у меня вместо сценария рецепт овощного салата? Вы там вообще нормально или как? Итак, прошу прощения, мои дорогие друзья, я просто увидел этот рецепт в ТикТоке и решил записать себе на бумажку. Кто бы мог подумать, что я перепутаю его со своим сценарием. Как вы уже, наверное, могли догадаться, в сегодняшнем ролике мы с вами будем обсуждать главные мужские тренды зимы 2021-2022. Обсудим, какая нынче актуальная обувь, какие нужно носить куртки, шапки, штаны, перчатки и так далее и тому подобное. Только, пожалуйста, имейте в виду, что в этом ролике я просто доношу до вас информацию, которой вы можете пользоваться как вам угодно. Вы можете либо придерживаться этих трендов, можете не придерживаться этих трендов, а можете просто иметь их в виду. Я говорю это для тех людей, которые очень любят писать в комментариях что-то по типу этого. Чё за херню ты нам придумал? Я не буду это носить, чё ты меня заставляешь? И таких людей очень много, не поверите. В общем, я надеюсь, что мы с вами друг друга поняли. Ставьте этому ролику жирный лайк, подписывайтесь на канал, если вдруг ещё не подписаны. Сделайте себе чаёчек, либо кофеёчек и приятного всем просмотра. И ещё, ребята, мы тут с топ кэшбэк решили сделать для вас очередной подарок в честь грядущей чёрной пятницы. Так вот, абсолютно каждый из вас может получить в подарок 26 долларов при регистрации. Но что самое крутое, так это то, что эти 26 долларов вы можете вывести вместе с накопленным кэшбэком в рублях через U-Money, либо в долларах через PayPal. Если что, топ кэшбэк это зарубежный сервис, на котором собраны все мировые бренды и самые популярные магазины с самым крутым кэшбэком. Такие как Алиэкспресс, Asos, H&M, eBay, Nike и Adidas. Более того, там самый высокий процент возврата с Алиэкспресс на товар любой категории. И да, свой подарок в 26 долларов при регистрации вы можете забрать до 30.11.2021. Чтобы забрать его, вам нужно сделать несколько нехитрых действий. Первое, это зарегистрироваться по ссылке в описании. Второе, подтвердить регистрацию на почте, получить свои 26 баксов и активировать аккаунт. После чего вы можете либо потратить свой подарок на покупки, либо вывезти его. Поэтому поспешите. Ну что ж, по классике предлагаю начать с обуви. Носить зимой кроссовки, это конечно же круто, но не совсем разумно. Согласитесь, хоть я и сам очень часто грешу этим, вам я делать этого категорически не советую. Кроссовки кроссовками, но у каждого из нас в гардеробе просто обязаны быть хотя бы одни ботинки. В которых не страшно будет и в лужу зимой вступить, и по сугробам пройтись. Так вот, выбирая себе ботинки на зиму, вы можете пойти двумя путями. Первый путь, это придерживаться классики. Он более простой и с ним прогадать сложнее. Второй путь, это придерживаться треннам. Он чуть посложнее, но тем не менее, скажем так, эффектнее. Так вот, когда речь идет о классике, на ум сразу же приходят такие модели, как классические Тимберленды, Доктор Мартинс 1460, Колорадо Кэт, либо Болт 3663 от бренда Культ. Все эти модели имеют классический силуэт, который давно прошел проверку временем, и вне зависимости от того, когда вы их купите, они будут актуальны и всегда уместны. Поэтому, если вдруг вы не хотите изобретать велосипед, и все эти тренды вам чужды, вы всегда можете прибегнуть к классическим силуэтам, которые позволят вам выглядеть всегда и везде актуально. Но если вдруг классическая пара уже есть в вашем гардеробе, либо вы не ищете легких путей и захотели приобрести себе что-нибудь более-менее трендовое, то советую обратить вам на массивные ботинки. И вот вам несколько хороших примеров. Модель Strike от бренда Balenciaga, модель Moreno от бренда Dr. Martins, либо вот такие ботинки от Fendi. Также хочу обратить ваше внимание на стремительно набирающую популярность дутые ботинки, самым ярким представителем которых является бренд Moon Boot. Я думаю, вы не раз уже видели их на разных артистах и прочих селебрити. Шутки про то, что ваш батя ходит в таких на рыбалку, можете даже не писать. Ибо если он ходит в таких ботинках на рыбалку, значит, будьте уверены, что в них максимально тепло. На самом же деле, тренд на огромные ботинки очень круто подходит для наших широт. Ибо, как правило, чем толще подошва и объемнее каркас, тем меньше ботинки будут отдавать тепла. Да и в целом, то, в каком направлении сейчас двигаются модные тренды, меня очень радует. Все меньше и меньше становится криповатой и бесполезной одежды. И все больше становится практичной и выполняющей свое прямое назначение. Ну а что касается штанов или брюк, модные дома на последних показах нам явно дали понять, что чем у тебя шире, длиннее и объемнее штаны, тем, как правило, лучше. Это могут быть как спортивные штаны, как брюки карго, как джинсы, так и классические брюки. Правило лишь одно. Они должны быть большими. Не по размеру вам большими, поймите правильно, а именно по крою. Также нельзя не упомянуть о том, что на последних показах присутствовало очень много лыжной и сноубордской атрибутики. Поэтому разного рода дутые штаны или комбинезоны тоже будут очень круто смотреться в этом сезоне. Слушайте, пока что меня все тренды полностью устраивают. Это тот самый случай, когда ты можешь одеться максимально актуально и при этом еще максимально тепло. Мне всегда казалось, что именно таким и должен быть идеальный симбиоз высокой моды и одежды. Но дальше будет еще куда интереснее, потому что в моде сейчас вязаные свитера, джемпера и кардиганы. Практически каждый модный дом продемонстрировал, что трикотажные вещи оверсайз кроя в этом сезоне будут на пике своей популярности. У кого средства позволяют, могут обратить свое внимание на более дорогие варианты, такие как Palm Angels, Off-White, Versace или Disquared. Вам будет достаточно просто зайти на Farfetch, и от выбора свитеров вы будете в замешательстве. Ну а если говорить о более бюджетных вариантах, поможет сайт Asos. Там недорогих свитеров тоже хоть отбавляй. В общем и целом, вы меня поняли, трикотажные изделия на самом пике своей популярности. Ну а что вы, допустим, можете сказать по поводу просто взорвавшего в этом сезоне тренда на широкие длинные шарфы? Вы это заметили? Надеюсь, что заметили. Ну вот казалось бы, как это вообще происходит? Живут себе шарфы спокойно, никого не трогают, кто-то их там носит, кто-то не носит, и тут бам! И они просто в этом сезоне нужны всем. Благо выбора хоть отбавляй. Y3, Balenciaga, A Cold Wall, Palm Angels, Vietmo. Большие шарфы это просто главный тренд этой, и скорее всего, следующей зимы. И да, если что, чисто так не взначай, вдруг кому-то интересно, или вдруг кто-то не знает, я от своего бренда Props тоже сделал длинные и широкие шарфики, которые вы раскупили за считанные дни. Я был просто в шоке. Поэтому, друзья, если вам тоже нужен классный шарфик, здесь, между прочим, 40% шерсти, он реально теплый, я хожу в нем, и мне прямо становится жарко, то можете подписываться на мой инстаграм и покупать себе тоже вот такие вот шарфики. Я считаю, что поддержать меня, поддержать мой начинающий бренд, вы можете, и почему бы, как бы и нет. К тому же, это все я делаю сам. То есть, никто за меня не ведет там мой бренд, я не просто какое-то лицо или говорящая голова. Я все это делаю сам, сам покупаю ткань, сам вожу ее на производство, сам все контролирую и даже сам отправляю пока что. Я, конечно, еле справляюсь, но тем не менее, друзья, как бы, если хотите меня поддержать, то буду очень рад продать вам вот такой вот классный, длинный, широкий шарф. Вот он даже в камеру не влезает. Вот смотрите, какая здесь сфера. Ага, ага, прикол, да? Вот так вот. В общем, шарфы в этом сезоне, это просто какой-то дичайший мастхев. Все их сметают с прилавков, как горячие пирожки. Ребята, так они же и раньше существовали, и в позапрошлом году, и в прошлом году. Как это вообще все работает? Кто этим всем управляет? Почему вдруг они стали такими ходовыми? Не пойму. Ну, а что касается верхней одежды, здесь пока что без изменений. Мы продолжаем носить пуховики. И я, в принципе, не против, знаете ли. Мне в пуховике вполне себе комфортно, и мне в пуховике вполне себе тепло. К тому же пуховики присутствовали на показах практически у каждого бренда. То есть этот тренд не то чтобы умирает, как будто бы он переродился в этом году и запустился с новой волной. Я почему-то думал, что этот тренд на пуховики закончится, ну, может быть, начнет заканчиваться этой зимой, и в следующей зиме уже полностью уйдет. Но я ошибался, и, скорее всего, он еще будет длиться пару лет так точно. Но прошу вас, вы только не думайте, что в тренде сейчас лишь одни пуховики и ничего больше другого актуального не купишь. Нет, это далеко не так. Потому что в тренде все еще оверсайз пальто, но пальто, как правило, не всегда они слишком теплые, и как бы если зима позволяет, то как бы почему бы и нет. Если не позволяет, то, конечно, пуховик намного теплее, чем тоже пальто. Ну и не забывайте про дубленки, потому что дубленки – это тоже достаточно-таки часто встречаемый на последних показах элемент гардероба. В общем, вы поняли, из верхней одежды этой зимой будут актуальны пуховики, оверсайз пальто и оверсайз дубленки. Ну и, конечно же, какая зима до без головных уборов? Скорее всего, вы прекрасно знаете, что лично я буду ходить этой зимой в шапке Бинни, как и хожу уже, наверное, на протяжении последних трех лет. Большинство из вас, я тоже уверен, будет ходить в шапках Бинни, потому что, ну, потому что они идут большинству людей. Они никак не сковывают вашу голову, они ее не удлиняют, они ее не укорачивают. В общем, она идет просто большинству. Из-за этого она и получила такую свою популярность. И сбавлять свои обороты она пока что даже не думает. Конечно, можно купить обычную шапку плотной вязки с одним подворотом. Они тоже, в принципе, выглядят очень даже хорошо, потому что это обычный классический силуэт, который, опять же, тоже идет всем. Также хочется отметить, что в этом сезоне очень большие обороты набирают такой головной убор, если это можно так назвать, как балаклава. Да, очень многих брендов в последних показах присутствовало на головах моделей балаклава. Это может говорить о том, что данный аксессуар будет очень востребован и очень актуален. К тому же, у многих брендов уже прямо сейчас их можно приобрести. Стоят они, конечно же, недешево, поэтому, если вы хотите себе балаклаву, то лучше поищите у каких-нибудь отечественных брендов балаклавы, потому что я точно знаю, что некоторые из них выпускают. И я вам скажу, что это очень удобный аксессуар. Во-первых, потому что большинство сейчас носит маски, там, без нее ты не купишь ничего ни в магазине, не зайдешь в общественный транспорт и так далее, и тому подобное. Балаклава же заменяет тебе сразу все. Она тебе заменяет и шапку, и маску, и ты вообще не паришься, не ищешь грязными руками, где там твоя маска, где там пятая, где десятая. В общем, довольно-таки практичный, классный и теплый аксессуар. К тому же, я говорил, что лыжные, сноубордские, разные принадлежности, одежда, мундирование довольно-таки популярно, а маска – это тоже лыжное и сноубордское амундирование. В общем, я уже к концу ролика начал запинаться, друзья, но не судите строго. В общем, вот таким вот получился у нас сегодняшний ролик. Поговорили с вами о нынешних трендах. Мне, в принципе, все очень понравилось, потому что практически все можно использовать в жизни и как бы не выглядеть при этом как какой-то странный чувак. То есть, ту же балаклаву можно носить, я уверен, что в 2022 году никто на тебя косо не посмотрит, потому что люди уже привыкли, что все ходят с этими масками на лице и как бы уже никто на тебя не посмотрит как на дурака, когда ты будешь идти в обычной маске. Широкие штаны, большие ботинки, пуховики, свитера – это ж все можем мы носить и как бы даже у нас в России никто на нас косо не посмотрит, поэтому я очень рад, что мы все этой зимой сможем выглядеть круто, быть в тренде и при этом нам всем будет тепло. Это ж охренеть как классно! В общем, друзья, пишите все, что думаете по этому поводу, что думаете по поводу нынешних трендов, будете ли их как-то придерживаться или вам вообще плевать и вы будете ходить с подворотами и в олдскулах этой зимой. В общем, если вам ролик понравился, то, конечно же, отблагодарите его лайком, потому что я сижу тут, бармочу для вас, стараюсь, записываю все это. В общем, если понравилось, то, конечно же, отблагодарите его лайком, подпишитесь на канал и можете покупать мои шарфики, пока они еще есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!